Близкие люди Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в эфире канала «Совершенно секретно» на передаче «Близкие люди» у меня гость, ну, личность совершенно незаурядная, прежде всего незаурядная в нашем футболе. Это лучший футболист Советского Союза. Это звание было присвоено ему после победы на Олимпиаде в 1972 году, если я не ошибаюсь. Ну, в тот год, в тот год, можно так говорить. Да, ну, после Олимпиады, наверное, да? Так, у нас выиграл Олимпиаду, получает звание заслуженный мастер спорта России. России, я подчеркиваю, России, уже не Советского Союза, посол чемпионата мира, который пройдет, я надеюсь, не будет отменен, мы все волнуемся, тревожимся, ну, мы поговорим на эти темы, я надеюсь, с вами. Евгений Сарафимович Ловчев. Ну, по футбольному он, конечно, хоть у него седая голова, но мы все болельщики. Вот я нацепил на себя спартаковский шарфик, значит, и принес, значит, в доказательство, что я истовый болельщик спартака, и сегодня наш разговор будет спартаковца со спартаковцем. Вы из тех, о которых Никита Павлович всегда вспоминает, ему Николай Петрович Таростин сказал, Никита, если тебя разрезать, одна твоя половина будет белой, другая красной, я думаю, вас так же, короче говоря. Ну, да, наверное, наверное, пусть так будет, хотя сейчас, по-моему, форму чуть-чуть поменяли, да, и там сделали больше красной и меньше белой, да, ну, отвлекли меня. Все-таки я хотел продолжить и продолжу свою мысль о том, что Женя Ловщик, несмотря на то, что седая голова, ну, мы болельщики, так немножко мягкошонски это звучит, но я все-таки буду к вам с большим уважением относясь, я буду обращаться к вам, как к Евгению Серафимовичу Ловчеву. А Евгений Серафимович, между прочим, будучи мальчишкой, играл в дворовый деревенский футбол, да, подтвердите, он вообще сам, часто он интеллектуал, эксперт и, так сказать, видная личность в футболе, да не только в футболе, обаятельнейший человек, живой ум, иногда правду матку режет, как говорится, глаза тому, кто этого не хочет, вот, ну, я так знаю вас и по другим выступлениям, вот, и мне вот он близок, как Спартаковец Спартаковцу, потому что более преданного Спартаку футболиста, ну, надо поискать, хотя он тоже зигзаг однажды в своей биографии совершил, ушел в Динамо, но он ушел не от Спартака, он ушел от тренера Бескова, с которым были у него свои, так сказать, отношения, не всегда, не всегда, так сказать, ну, я бы сказал, добрые отношения, тоже об этом я, если позволите, спрошу, но чуть позже, но сейчас вот я хочу сказать, что вот из этого мальчишки, который играл, он из деревни Крюкова, знаете, песня есть про деревню Крюкова. Именно той деревни, там сейчас Зеленоград. А там героический взвод, значит, погибал, да, и вот об этом песня, которую все знают. Самоцветы пели. Отлично, да, и вот именно из этой деревни Женя Воловчев. Ну, вот Женя в 13 лет, насколько я знаю, я прочел его книгу недавно вышедшую, которая называется «Спартак и другие». Итак, Евгений Воловчев, который пришел на Ширяево поле, Спартаковский стадион, будучи мальчишкой, ну, и там его заметил, помнится, я и помню, на поле Ивана Кочеткова, который играл за ЦДК, не за ЦДСА, не за ЦСКА. Немножко не там, Ширяево поле было чуть-чуть позже. Спартаковское. Нет, это… А это Буревестник. Это Буревестник, он находился прямо, где сейчас Олимпийский вот находится, вот на этом месте находился. Его срыли и построили Олимпийский. Кстати, оттуда, я потом уже узнавал, оттуда и Виктор Васильевич Тихонов, знаменитый наш тренер хоккейной, да, Буря, так называемая была, она просуществовала буквально два года и закрыли это и футбольное, и хоккейное отделение вот там, а потом уже к 80-му году стали строить… Это, естественно, как бы команда, в которой начинающие футболисты возникали, за ними следили, и вот Иван Кочетков дал, мне кажется, путевку в профессиональную жизнь футболисту ловчего. Знаете, чем Иван Кочетков ценен? Ну, футболисты же во все времена попивали, да? Да, он сказал, кто не пьет, тот не играет. Да, это же он сказал вообще удивительную вещь, где в спорткомитете, когда ему за пьянку какую-то решили снять звание заслуженного мастера спорта, он встал и сказал, кто не пьет, тот не играет. Я помню, в ЦДК, когда он играл, он нечаянно, естественно, но в игре забил, это случается с каждым защитником, может случиться, он забил год свои ворота. Вот, и помню, а с кем он играл, я не, может быть, вы знаете. Я не помню, с кем играли, но... Но, во всяком случае, он пошел после этого в сердцах, в нападение, и забил гол. И они стали проигрывать, а им нельзя было проиграть. И он забил гол. Это была история с Кочетковым, феноменальная. Ну, это я был тогда мальчишкой. Ну, а потом уже я подрос, и вот видел вас на футбольном поле и восхищался. Вы начинали как левый защитник в «Спартаке», несмотря на то, что вас ЦДК, как говорится, ну, вознес. Который научил меня. Научил. Ну и, да, и дал дорогу в жизнь. Вы попали в «Спартак». А как вы попали в «Спартак»? Тоже какая-то странная история. Вы в бане, говорят, какой-то, в сандунах встретились с... Ну, давайте я расскажу. Давайте, вот я и так вас и подвожу к этому. Знаете, во-первых, вот когда вы сейчас представляли меня там, Евгений Серафимович, для меня более мило и более правильно это Женя Ловчев. Почему? Ну, я так и сказал. Да, да, да. Я нахожусь там в одном большом универмаге, выхожу, и подходит девушка и говорит, можно с вами сфотографироваться? У меня папа болельщик «Спартака» безумный. Я говорю, конечно, давайте, ну, наше поколение немножко другое. Это не те, которые будут одевать очки, наушники и говорить, мне некогда там. Мы играли для людей, и когда эти люди подходят и себе свое уважение, говорят, это радость. Это, может, те деньги, которые в кармане нету, они вот там в сердце есть. Где-то году в 1974-1975 стали появляться вот эти болельщики, когда вместе они стали собираться тысячами и скандировать. И первый клич на стадионе вообще из всех наших клубов был Женя Ловчев именно для меня. Для меня это был допинг на самом деле. Я выходил, и когда только начинал еще разминаться, и когда это начинал Женя Ловчев с пахлофными, для меня это был допинг, тот, который мне позволял в дальнейшем, в общем-то, наноситься по футбольному полю. Вот попал Женя Ловчев и в сборную мира. Но сначала бани. Женька Ловчев играл за сборную мира в прощальном матче с бразильской командой «Горинча». Ну, был Пеле, Горинча. Это прощальный матч с Горинча. Элитарный, так сказать, всемирный элитарный футбол. В Рио-де-Жанейро вы играли. И вот Женька Ловчев из нашей деревни Кривукова был в сборной мира. Ну, первое все-таки о бани. Дело в том, что когда я закончил юношеский футбол, меня пригласили... Ну, тут целая история. Такие соревнования были. Кубок юности и Кубок надежды, который разыгрывался юности, это юношеские команды, сборные республик. И Москвы, и Ленинграда, республик Советского Союза. А надежды – это сборные молодежные. И дело в том, что меня из этой команды взяли в экспериментальную, так она называлась, сборную молодежную СССР. А в скобках «Буревестник» было написано. Почему? Потому что мы при Институте физкультуры, была создана команда, собрали со всего Советского Союза молодых перспективных ребят. Меня, кстати, вот из Кубка юности как раз с финальных игр вытащили и говорят, мы тебя хотим взять. Это была отдельная команда мастеров. Зарплата по 160 рублей была. И на 4 года... Вы только Неймару не рассказываете эти суммы. И на 4 года у нас был эксперимент такой, с нами должен был произойти, чтобы мы не играли в первенстве страны. Играли только международные игры. И мы тогда в Италии турниры играли, потом в Бирму, в Индонезию съездили. Я, в общем-то, начал тогда смотреть мир. А в нашей вот этой, в Буревестнике, был врач Николай Николаевич Алексеев, который работал в Спартаке в 50-е годы, когда они вот 56-е, 57-е годы, 58-е годы. И там в простой очереди, обычной, да, в очереди стоит Никита Павлович Симонян. Это был 68-й год. Спартак тогда, кстати, второе место занял. И играли очень прилично. Вот. И мне Николай Николаевич говорит, иди к машине, а я поговорю здесь. И вдруг они выходят в оба месте. И мне Никита Павлович говорит, мне пацану, который там был, ну, Крюкова, Крюкова, вообще только начинал футбол практически. Он говорит, Жень, мы, в общем-то, смотрим за тобой, мы хотим тебя пригласить в Спартак. Для меня это вообще, это что-то. И я говорю, Никита Павлович, ну, сейчас в Буревестнике я не могу идти. Он говорит, ну, мы все равно будем смотреть за тобой. А потом произошло в конце года этого. Вот это вот, заметьте, дорогие друзья, вот он в Буревестнике, его приглашают в Спартак. А он говорит, я не могу, я же за Буревестник играю. Вот это вот, вот он мимоходом говорит об этом. Вот сейчас это рассказывать футболистам современным, это какой-то мир. Это было в те времена, практически в каждой команде, потому что мы были принадлежны внутренне. У нас красно-белое, у кого-то синий-красный, у кого-то голубое сердце было, имеется в виду динамовское. Почему? Потому что у меня же Киевская Динамо в самый разгар, 75-76 год, когда они европейские кубки выигрывали, там был момент, я один играл за сборную, 10 человек киевлян играло, в Швейцарии мы играли, и я один играл за сборную. У меня Базилевич в самолете, мы чартером летели, так подошел, мы тебя хотим пригласить. Я говорю, да меня никто не поймет, если я сейчас уйду из «Спартака» в Киевской Динамо. Он мне фразу говорит, Женя, ты о чем говоришь, кто поймет, не поймет, мы валютой платим за игры. Это вот о том же, да? У нас другое восприятие было. И вот Никита Павлович приглашает. В конце сезона все равно происходит вещь, что Буревестник отдают полностью в локомотив, как бы дублерами. Я сказал, я не пойду, и Сережа Ольшанский сказали, мы в «Спартак». Николай Петрович уже с нами поговорил. Вы были на позиции левого защитника, но очень любили по левому краю, я помню, проходить вперед, смещаться чуть-чуть в центр. Сейчас это называют латерали, и эти иностранные слова, вообще не знаю, что это такое. Латерали там бегают какие-то. Я был левый защитник, подключающийся в атаку, вот так вот. Ну, вот я о том же, я помню. Года три не мог забить гол. А Геша Лагофет, мой друг и соратник, как не ударит мяч в ворота. Я ему говорю, Геш, как так? Ты как не шлепнешь гол. Он говорит, надо шашлык из чистого мяса есть. Человек говорит. Чистая мяса, это баранина. Наверное, да. Значит, я забил первый гол Динамо в Сан-Двилиси, был такой вратарь Степания, потом он разбился на машине. О, Господи. Но я вот подключающийся, я был атакующий защитник и где-то забил около сорока мячей. Вообще, это прилично довольно-таки. Прекрасный результат. Но потом вы стали через какое-то время опорником в середине поля стали играть. Это да, опорником. И больше забивали? Нет, нет, нет. Тут вопрос вот в чем. Но опорники... Мячик же на футбольном поле сам доверяется тому человеку, которому он больше доверяет мячик. И получалось, я играю левозащитник и слева, но мяч у меня больше, чем у кого-либо был. И в какой-то момент, когда пришли Саша Минаев, Саша Кокарев, молодежь пришла, да, Валера Андреев, сменилось поколение целое. Я понимал, что мне надо стать вот здесь, в центральной зоне, чтобы вести всю игру. Я подошел к Николаю Алексеевичу Гуляеву, который в то время был тренером Спартака, и говорю, давайте я опорную зону займу и буду вести игру. Тогда Валера Гладилин пришел, довольно-таки молодой еще, вот Минаев, я говорю, и я как бы вел эту игру, вот поэтому я сюда перешел. Но самое главное еще и в том, что Игорь Александрович Нета был величайший человек в футболе, величайший просто. Сложный, но величайший. Да, я взял шестой номер, я играл четвертым номером, да, а тут взял шестой номер. Он говорит, ты зачем взял? Я говорю, а что бы ваш номер никто не позорил, честно говоря. Ну да, спартаковские шутки на канале совершенно секретно. Ну а что происходит сегодня с московским Спартаком? Говорю так немножко с такой интонацией... Боли. Тревоги. Но мы же верим, мы же в свою команду должны верить до конца. Ну думаю, что чемпионами мы в этом году не будем, но если просто истории посмотреть, даже вот я говорил про 69-й год, когда пришел Спартак и вместе с командой стал чемпионом страны. Мы на следующий год третье место заняли. Та же самая история. Ну, во-первых, я следующую вещь хочу сказать. Я пишу уже всегда, в советском спорте это уже много раз писал. Во-первых, есть как бы 50 на 50. Если тебе где-то перло очень прилично, да, что в прошлом году было, там на последних секундах забивали, там и поэтому Спартак любят. То в этом году на последних тебе забивают. Это такое отступление. Но по большому счету, я думаю, что Каррера еще молодой, как главный тренер и не очень опытный. Потому что, когда мы видим, вот в сегодняшний день мы уже можем сказать, это первый матч с Динамо, когда в концовке, в дополнительное время теряют победу. Потом с Локомотивом, ведя 2-0 после первого тайма, теряют победу. С ССК 1-0 ведя, теряют победу. И с Тосно теряют победу. С Тосно, а еще, кроме Тосно, вот сейчас с этими, со словенцами на Еврокубок, та же самая история. 1-0 ведут, и шансы утихнет. С Морибором. С Морибором, да. И тогда понимаешь, что у тренера нет опыта, что вот может так повернуться. И когда я сейчас читаю, чуть ли не говорят, что эта команда сплавляет тренера, ерунда полная. Это полная ерунда. Во-первых, как можно сплавить за три минуты? Кто знает, что за три минуты два мяча забьют? Это первое. Во-вторых, я думаю, что-то все-таки перегуляли точно совершенно в прошлом году. Потому что, вот по себе могу сказать, да, выиграем мы чемпионат, или там какие-то медали были же и разные, серебряные и прочее. Я еду в Кисловодск и пашу, что уже скоро начнутся сборы начнутся, и ты должен быть готов. А здесь люди, ну, время другое. Люди другие. Как бы веселье другое. Вы помните, когда там прыгали по машинам и пили самогонку? Ну, и дай бог, но потом-то кто-то должен привести же в норму. Ребята, не закончился футбол-то. Он начнется вот-вот. И вот сегодня мы видим, что там уже какой-то раздрай пошел. Я могу сказать, я влюблен в Николая Петровича Старостина и в Никиту Павловича Симоняна. Никогда у этих людей, мудрых, опытных, и, кстати, когда я вспоминаю тренеров, с которыми работал, это Бесков, это Лобановский, это Качалин, это люди уже таким опытом и жизненным, и футбольным обладали. Они уже лет по 30 работали тренером. У них были и успехи вот такие, как у Кареры, и провалы были. И они уже знают, как выруливать. Вы же тоже знаете все, как в театре делать уже. У вас было и все, и такое, и такое. И когда театр собирался, и там могли вас увольнять, и не увольнять, там, как сейчас разговоры ведутся. Все мы это проходили. Я ведь тоже был главным тренером мини-футболи у Спартака. Все это проходило, честно говоря. Ну, в прошлом сезоне Карера был в роли такого, я бы сказал, тренера-психолога, прежде всего. Потому что он настраивал команду блестящую. И сегодня оказалось этого мало. А не мало. А вы посмотрите на него. Он один раз только был таким. Это вот в игре, когда 1-0 выиграли у Рубина Казанского. И когда на первых минутах вдруг вот Спартак, прошлогодний напомнился, понес и три желтые карточки сразу получили, потому что они там прыгали с косами там и прочее. Я видел того Кареру и по накалу тот Спартак. Остальное время уже Карера, видимо, от батареечки закончились. На самом деле. Ну, я так с болельческой, что ли, стороны сужу. Может быть, я не прав, я не специалист, конечно. Но и сужу эмоционально. А как болельщики? Иначе мы не можем. Вы профессионалы, а мы... Я такой уж болельщик, как вы. Ну, вот я считаю, что трансферы, например, этого года из-за рубежа пока не совсем, не полностью, как говорится, оправдали себя. Давайте будем говорить не так мягко, как вы говорите. Они бездарные. Просто бездарные. Ну, вот видите, как. Профессионал говорит. Вот вам взяли право этого защитника, Петковича, который вот тут привез себе гол, вот как раз первый гол. Да, но не в том, что он привез. Но ведь команда, которая выходит на другой уровень, в Европу, она же должна укрепляться по-другому. Ну, там, понимаете, Петкович, а Ещенко тоже, понимаете, бегает вперед, а назад, когда возвращается, почти пустым местом оказывается. Так мы с вами говорим о том, что Спартак, который должен был на Европу укрепиться, ничуть не укрепиться. Вот именно. Шило на мыло практически. Может, Пашалич, может, он разыграется. Это другой вопрос. Что же средненько подобное? Ну, не основная он ударная сила, как говорится, понимаете, сегодня. Он все-таки больше организатор игры. Вот ступор впереди, в центре, Зелуиша нет, и в защите видна. А я бы даже не... Неумелость. Вот Ещенко, Камбаров начал сдавать в какой-то степени. Ну, может, не всегда, но чувствуется с Глушаковым тоже проблемы. Ну, я не знаю, возрастные или физические. Вы практически всех назвали. А если их... А вы практически сейчас всех назвали. Ну, вот сказывается отсутствие, так сказать, впереди очень острого нападания. А как Ливерпуль и Севилью побеждать? Кем? Значит, не только... Вот вы говорите о Каррере как о малоопытном тренере. Но ведь было время, когда и он, и Федун перед болельщиками выступая говорили, что все резервы, которые у нас могут быть, они будут использованы. И Спартак обязательно усилится. Ведь вы понимали, что будет впереди чемпионат Лига чемпионов. Понимаете? Вот и получается, что Спартак, он как бы верен в своей традиции. В прошлом тоже Спартак был чемпионом страны, а потом вышел на Лигу чемпионом. И вы об этом тоже рассказываете. 1-18. Шесть матчей проиграл. Боже мой! Как страшно! Я вам скажу... Спартак был чемпионом, вылетал во вторую Лигу. Боже ты мой! То есть такая вот неровность в самой любимой команде, она не может нас не волновать. Поэтому мы ликовали, когда Спартак был в прошлом году и стал чемпионом. Поликовали? Хоррель. Это, да. Мы так ликовали, понимаете, может быть, с перебором. Но... Знаете, меня больше всего поразило... Фернандо стал допускать ошибки. С минусом. Фернандо просто не узнаваем по сравнению с прошлым годом. Вот я про то и говорю. Я про другое хочу сказать. Вот когда вдруг я начал в газетах читать, как перепалка пошла между Каррерой по поводу укрепления Спартака, о том, о чем мы сейчас говорим, и Измайловым Наилем, который вице-президент клуба, это недопустимо. Это значит, что-то уже тут какая-то кошечка пробежала. Понимаете, в чем я говорю? Когда за неделю до окончания трансферного окна Каррере говорят, все, вот деньги есть, вот теперь сам занимайся этим. Неделя осталась. Тогда ты понимаешь, что кто-то чего-то неправильно сделал. И вот здесь одно, другое, третье. Здесь начали вот эти вот очки раздаривать на 93-й минуте, один раз, второй, третий. Тут смотрим, значит, никого не купили. И ты понимаешь, что там что-то внутри не очень хорошо. И когда Каррера, как говорят, после последней игры с Тосно примчался в раздевалку, это вот уже вроде бы известно, там шматанул этой бутылкой и сказал, вы меня что, сплавляете, что ли? Это уже, он говорит, команде, который только что радовался всему, это уже видно, что нету на них Николая Петровича Старостина, который разрулил бы все, честно говоря, и успокоил бы, и все было бы опять точно так же, как это в прошлом году было. В футбол играют не игроки, а деньги. Вот эта формула все больше, с одной стороны, укрепляется, потому что мы видим в Европе такие трансферы за такие сумасшедшие деньги. Ну вот упоминаемый мной Неймар, это же непостижимая сумма, которую ворочают, так сказать, дельцы от спорта. Но они что? Они что-то понимают в футболе или они понимают только в прибыли? Знаете, мне кажется, что это люди, которые обладают большими деньгами, они играют в игрушки. Мы это на примере Керимова и Анжи видели, когда он привез сюда Карлос, Роберто Карлоса, ЭТО, там платил баснословно какие-то деньги, а потом после него трава не расти. Он бросил футбол и все на этом закончилось. А разговоры шли, мы там Академии создадим еще чего-то, и футбола нет. И сейчас Анжи там вот в последнем туре пять штук пропустила, бесславно играет, да? Точно то же самое будет в конце концов надоест какому шейху. Вот этот Парис Анжермен с этими 222 миллиона за Неймера. А где подпитка-то? Где подпитка? И вот они все стараются одного Неймера скупить там. А почему, ребята, не работаете? Ну, я вот видел Неймера в игре в ПСЖ. Ну, блистательно он там сыграл на новом месте с новыми партнерами. Ну, он мастер. Да, но вроде бы все оправдывается. Получается, что 225 миллионов заплати. Это космическая сумма, которая не снилась нам, нашим игрокам. Понимаете, вы получили 160 рублей и были счастливы. Вы играли за сборную мира. Нет, это же не ему деньги-то. Какая-то... Это же не ему деньги-то, не путайте. Нет, ну, ему же тоже достается. Давайте так, а вот Спартак из Локомотива, я понимаю, почему Семин с ним расстался. Когда Спартак играл с Локомотивом, Самедов в первом тайме не очень хорошо играл. Он взял его, заменил. Тот возмущаться начал, кончилось это разрывом. И Самедов перешел там за 2,5 или за 3 миллиона перешел в Спартак. Я понимаю, что эти 3 миллиона были откуплены одним голом в ворота ЦСКА. Понимаете, все откуплено. Но там 222 миллиона эти будут откуплены продажей, приходом болельщиков, продажей маек там. И у нас же столько не продается. И вообще мы, к сожалению, большому, к сожалению, большому, еще раз повторю. Футбол наш дотационный, в смысле, присроился с кормушкой, с протянутой рукой. У ВТБ, у Газпрома, у Лукоила там. Ну нет, про Лукоил не говорите. Нет, 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 я сейчас, я вам сейчас скажу, я скажу, почему я так говорю. Вот когда бы они бы зарабатывали, тогда бы они на юношей, на детей обратили бы внимание. И тогда бы у нас появилось целое поколение хороших футболистов. А когда не надо, вот когда Никите Павлович Симоняну, Крутиков порвал ахилл и закончил играть. Надо было это место занять. Он в бане. Анатолий Крутиков, защитник Спартака, знаменитейший тоже мастер. И он в бане ловчего выхватывает и говорит, ко мне пойдешь. Понимаете, в чем дело? А вы на место Крутиков пошли? Конечно. Это было как раз в 68-м, начало 69-го года. Крутиков в 68-м ахилл порвал. А возраст уже был большой. И кончилось это тем, что я занял его место, потому что у Никиты Павловича не было возможности купить Петковича этого. Или как его там? Понимаете, в чем дело? А здесь можно не работать со своими. Главное, дай денег, я куплю кого-то. Тогда это разрушает некую систему подготовки. Ну, вот эта звездность, она и в театре, она везде. То есть звездность, зачем кого-то воспитывать, воспитывать артиста, учить, когда можно взять готовую звезду, заплатить бешеные деньги, и пусть она собирает мне аудиторию в театральном зале. Схема-то та же самая. Раньше Станиславский должен был обучать артиста. Была школа, азбука, потом... Тогда объясните, почему звезды иностранные все, я читаю, много читаю, они говорят, мы по Станиславскому работали. Звезды, почему они оттуда говорят, что мы учились по Станиславскому? Так, так, так. А что, все великие артисты там все время это говорят? Прекрасно. В свою книгу «Спартак и другие» вы заканчиваете такой фразой «Всем нужен старик Хаттавыч, но тренера с такой фамилией нет». Ну, имеется в виду старик Хаттавыч, который, значит, своими волшебствами носовал на команде противницы массу голов. Да я скажу, почему я так написал. Это вещь такая, к сожалению, к большому, сегодня в клубах руководители... Вы понимаете, вот опять, я все время буду применять ко времени, когда сам был, да? Ну, правильно, правильно. Ну, вот приходит в «Динамо» тренер Бесков. Во-первых, он уважаемый динамовский футболист. И там какие-то руководители, которые к нему относятся с большим уважением, они дают ему совершенствоваться. Пускай сегодня проиграли две игры, там, три, они дают ему учиться. И он учится, и он или становится, или нет. Я это называю простою. Бросаешь в воду пенопласт, и он не вбирает воду, он плавает, да? А бросаешь губку, и она в себя вбирает. Это обучение такое. Вот, точно так же, как и футболист. Он или губка, которая все впитывает в себя, или нет. Так вот, приходит Старостин, или даже к Старостину приходит Никита Павлович Симонян, который только закончил играть. И он его пестует, и дают ему возможность сыграть. А что сейчас происходит? Молодой парень, Оленичев, да? Вот проиграли игру, да, видно, там, прошел год. Но за год же не учится тренером быть. Ну, дайте вы человеку ошибиться. Ну, дальше дайте ему, в конце концов, он тоже имеет золоту к этому прямое отношение. Он собирал этот состав, в конце концов. Да, дальше добавил вот этого эмоциональности, ну, вот этого, что мы назвали золотым годом, да, Каррера. Но, давайте так. Значит, проиграл две игры, и гуляй. Выиграл две игры, вот, какой он молодец, этот тренер, да. Я говорю, всем нужен старик Хатабыч, не рабочий человек, и они не определяют, хороший это тренер или нет. Но речь идет о том, что тренер должен уметь тренировать. Он должен, ну, вот почему мы в технике так стоим? Хорошо, вы все за... Техника... Вы все за Серебренникова. Почему? Вы все за Серебренникова. Потому что он мастер, который всем нравится, который... Вот, вы, мэтры, видите, что это мастер, которому дано работать тренером. Тренером в театре, правильно? Да, совершенно верно. Вот, ну, вы же это видите. А кто там видит, Оленичев тренер или не тренер? Кто из них? Они никогда в футбол-то не играли. Ну, знаете, это закон спортивной жизни. Есть победы большого спорта. Но раньше давали людям все равно по времени дольше значительно. А здесь я почему пишу про Станика Хатабыча? Была ответственность. Ответственность тренера. А так он боится проиграть очередной матч, потому что над ним топор висит, гильотина. И он не поставит молодого парня. Понимаете, в чем дело? Он перестраховывается. Конечно, конечно. Ну, вот хорошо. А есть ли у нас тренеры, которые на тренировках не только там занимаются? Сделай пробежку, давай квадрат. Отыграли и тренировка закончена. Или там дальше побили поворотом. А зам, техники, тактики, стратегии... Технику во взрослом возрасте не поставишь. Ты можешь поставить игру, как называемую, или состыковать игроков. Так что, вот вся Барселона с ее техникой, что это все из пионерской организации Барселоны? Конечно, это из детства. А берут уже кого? Неймера, который состоялся не у них. Не воспитали они его. И берут Суареса. Что, они его воспитали? Конечно, там. Они же видят, что это мастер большой. Только и всего. И так везде? Конечно, везде. Везде. Ну, есть тренер Бердеев, про которого ходят слухи, что он брал за руку футболиста и говорил, вот если здесь твой, значит, коллега находится в центре поля, ты должен бежать не вперед, а назад. Вот, и отводил его на 10 метров назад. Это, вы сказали правильную вещь. И он их перемещает. Они все время в пяти метрах друг от друга. Мяч там, вы двигаетесь сюда. Вот так вот. Ну, это оборона, и эти принципы переходят в Ростов. И Ростов сегодня на каком месте? Но он в чемпионате. Учит их. Вот я про то и толкую. Где же эти тренеры, которые учат? А где он работал? Где денег не было? Где он сам управлял? Знаете, мне... Какой путь? Я был президентом... Евгений Серафимович, какой путь нашему футболу ближе? Конечно, Бердырьский. Значит, 225 миллионов у нас перспектива платить за какого-нибудь другого Неймара через 5-10-15 лет? Это весь наш футбол с ФНЛ и со второй лигой стоит. Вот, вот. Стоит, да. 222 миллиона. Или же все-таки с веревкой ходить и учить правильной расстановке футболистов во время. Учить, требовать. Если, Федун, ты держишь вторую команду Спартака, молодежную команду Спартака, школу Спартака, то требуй с этих людей отдачи. Требуй. А не привози Петковича вот этого, который привозит тебе же еще и гол. Ну, может быть, Петкович долгое время не играл. Я вас прошу, я тоже долго не играл, но никогда бы это ошибки не сделал бы. Честно вам скажу. Потому что это или у тебя есть, или у тебя нету. Значит, есть закон, который меня в детстве, мужики старшие на площадке учили. Ну, может, заиграет через 2-3 матча. Своей штрафной первой касание мяча, оно последнее. Хлещешь на трибуну, вот засадил бы он его мячик туда, и мы бы 2-0 закончили. Сегодня мы были бы с вами в шоколаде. Это понятно. Это понятно. Ну, наверное, теперь становится понятно, почему в главные сборные страны подбирают иностранных тренеров. Эффект от этого имеется. Почему не доверяют российскому тренеру, не доверяли, вернее. И что вы ждете сейчас от Терчесова? Кроме Берды, на слуху сейчас из-за российских тренеров. Ну, пожалуй, Семин еще сейчас, потому что дали ему наконец опять... Ну, вот история со Слуцким же, что ничему не научила. Или это абсолютно воля, триумф воли, как говорится, Леонида Слуцкого. Все-таки это талантливейший тренер. Талантливейший тренер, который поехал в Англию и проиграл все, что можно. Вы не знаете, как он в Англии там? Ну, что-то... Из шести пять игр проиграли, и вот последнюю в ничью сыграли. И вопрос не в Слуцком как таковом. Вопрос опять в том, что... Ну, ведь вы судите точно так же. Вы сейчас осуждали, говорили, ну, что там, две, три, пять. Ну, вот пять он проиграл. Ну, может быть, его оставят... А его оставят. И на десятой игре он начнет побеждать? Возможно. Это обучение. Оно платное обучение. Это как в карты, понимаете, в чем дело. Во всяком случае, среди наших футбольных тренеров он был очень видной фигурой. И остается... А я не говорю, что он плохой тренер. Я говорю о том, что он... Ему еще учиться, учиться и учиться. Понимаете, в чем дело. И даже, наверное, и английскому языку к тому. Хотя, ну, говорят, уже разговаривает на английском языке. Потому что футболисты, тренера должны или бояться, или уважать. Все, другого нету. Ну, бояться... Да, или бояться... Это кошмар. А без кого все боялись. И уважали, кстати, и уважали. Ну, нет, нет, нет. Я вот тут с Горханяном беседовал в передаче, тоже близкие люди. Он говорит, главного режиссера должны бояться. Вот, я с ним в корне не согласен. Режиссера, по крайней мере. Мы должны увлекать, а не приказывать. А знаете, чем ценно, что два больших человека театра и кино, наверное, у них разные мнения. Вот в этом, вот в этом. А доказывают они, вот все... Знаете, Кроев, величайший футболист в современности. Величайший. Значит, его бьют, он скакивает и бежит. Не отвечает никому. Я читаю его интервью, когда Михелс был у них тренер, великий тренер. Тогда вот это тотальный футбол, вот этот знаменитый 74-75 год. Величайшая команда голландская была. И его спрашивают, а почему не отвечаете никому? Он говорит, говорит, вы знаете, меня Михелс научил. На все надо отвечать голиком. Вы же отвечаете, вы вот так ведете и отвечаете своими постановками. Он, Армен Борисович, люблю этого человека, дружу с ним. Значит, отвечает вот так. Хороший ответ, я с вами согласен полностью. Вот так, да. Отлично. Бывший игрок Спартака Евгений Ловчев рекомендовал руководителям российских клубов меньше винить в своих неудачах внешние факторы. Да. По мнению специалиста, такая позиция команды является одной из причин их неудач команд на международном уровне. Даже не на международном. Это дает возможность футболистам считать, что это не они играли в футбол. Понимаете, кто-то внешние факторы какие-то там. Общественная палата разбирала наш российский футбол. И встал один депутат какой-то и говорит, мне нравится, как Ловчев пишет о футболе, честно там, да, 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 да. А потом встает Гиннер и говорит, говорит, вот из-за таких, как Ловчев, у нас и народ перестал ходить на футбол. Вот я сейчас не пишу от ЦСКА ничего, но у них же на стадионе никого нет. А я ему сказал одну вещь. Знаете, во все времена, значит, на трибуне народ, так как играет твоя команда. Вот она вроде бы очки, вот про очки вы говорите, да? Вот она вроде бы очки-то завоевывает, она там доделывает. Но когда играл Вагнер, Карвалия, Дуду и Жо, народу было, потому что там был концерт каждый раз. А когда сейчас... Ну, сегодня у Гиннера нет денег, чтобы играли эти звезды в ЦСКА. И они, извините, стараются изо всех сил. Пять человек в защите, я видел, как вот они играли. Давайте так. А школа футбольная ваша существует в ЦСКА? И у вас там тренеры испанские работают. За что вы им деньги платите? Вот так вас Ловчев приложил, друзья мои, из ЦСКА. И прав. Да и Спартака тоже. Кстати, какие игроки из спартаковской школы, из школы сегодня, как говорится, в первом составе? Артем Тимофеев, вот которого тут же попал под травму. Ну да, они и школы, и школы. Но тот же Забнин и Ещенко, это ребята из Иркутска на самом деле. Вот, кто? Камбаров, кстати, они воспитанники спартаковской школы. Они играли в Динамо. А потом в Динамо играли, да. Но я вам скажу, все равно уровень Камбарова и Ещенко низковатый уровень, откровенно говоря. Я знаю, о чем говорю. Я со Стрельцовым поиграл. Чего объяснять-то там? Я с Альбертом Алексеевичем Шестерневым поиграл. Я никогда их Аликом и Эдиком не называл. Они для меня... Я на цирлах ходил перед ними и буду ходить на самом деле. Потому что это величайшее. Володя Пономарев в ЦСКА был защитник. Я дружу с ним. Это вообще он такие подкаты делал. У нас калужские подкаты. Гешил Гафет говорил, двумя ногами вперед там убиваешь на самом деле. А он нормальный подкат делал. Сбоку мячик выцеплял там. Вообще, я вам скажу, тогда было у кого учиться на самом деле. Понимаете? Так как Лобановский подавал у главы, никто не подает. Вообще во всем мире никто не подает. Всегда дрожали все, когда он подходил к корнеру. Сухой листик. Корнер бить. Да, обыкновенный корнер. Просто страх такой наводил. Это почти как пенальти. 60% все. Конечно. Расскажите, пожалуйста. Ну вот теперь, да, Спартак и другие. Вот я вижу эту книжку. Я не из этого века. Я, честно сказать, вот эти компьютеры, это не мое. И футбол, как сегодня дети играют в виртуальный футбол, это не мое. Мое все на площадке. И мне вот так разговаривать значительно милей, интересней и просто радостней, я бы даже сказал. Но когда я вот задумался об этом, да, тут вот в голове здесь, в первой сразу есть этот рассказ «Почему и как». Я дружу с Сашей Шагановым, это поэт песенный, очень, вообще я дружу с ним, и когда он выпьет ночью и по Москве гуляет, он мне часа в два звонит, говорит, слушай, что моя торпеда такая, слушаешь? Сколько время-то ее, ты обалдел совсем, что ли? Вот, но я люблю этого человека, вообще просто по-человечке очень хороший. И он мне говорит, я много от тебя историй слышал, я говорю, Саш, сейчас берешь в компьютер, набираешь, Евгений Ловчев, там, и тебе выйду, сколько он играл, сколько забил, не забил. Он мне сказал, он мне сказал, а ты о людях футбола, с которыми тебе свела жизнь, напиши книгу, и говорит, я тебе продаю первую главу, мой старостин, вот что такое мой старостин. Я здесь не так много написал, но сейчас будет вторая книга, это будут дневники Евгения Ловчева, и я буду рассказывать о людях, не только, я буду истории рассказывать. Вы знаете, мы все думают так, все по стойке смирно, потом на футбольное поле вышли, потом забили в самолет, домой, туда, все у нас было, и гуляли в загулы, и все было, и выпивали. Я, правда, не пьющий человек, в советском футболе единственный человек, который в жизни выпил два бокала шампанского на первую свадьбу 40 лет назад, после второго окосел, честно говоря. Внимание, на канале совершенно секретно прозвучало интимное признание, признание заслуженного мастера спорта Евгения Ловчева, запомним эти слова. Теперь расскажу самое для меня стыдное... А как Старостин вам, расскажите, как он сказал, ну, Скоростина! Да, нет, сначала я расскажу одну историю насчет выпивания. Я дружил с Володей Федотовым. И как-то позвонил в выходной день, сын Григория Федотова, замечательный футболист, тренер Спартака. Да. И он мне звонит и говорит, слушай, приезжай ко мне на дачу в Подрецкого, говорит, ты по дороге купи там бутылочки-три водки этим работникам здесь, говорит, у меня там на даче ремонт идет. И я по Ленинградке выезжаю, но люди постарше помнят, там вот прям перед мостом, перед Химками, магазин Ленинград был такой, с правой стороны. И я заезжаю туда, значит, и стою, да, выбил, там же как выбить, в кассе надо было, и с чеком подойти, и тебе тут в отделе выдают. Это сейчас берешь там водку везде, или коньяк там. И я, значит, только подаю, мне дают три бутылки водки, я вот так беру их, и сзади меня так вот по спине стучит кто-то, я оборачиваюсь, стоит маленький мальчик такой, лет, ну, 10. И он говорит, дяденька Ловчев, дайте автограф. Я одну бутылку сюда, другую бутылку сюда, третью сюда, большего стыда, честно вам скажу, я никогда не испытывал, и я ему подписываю это, чего-то там. С тремя бутылками водки, не бьющий Ловчев. А по поводу возгласа и вот этих слов Старостина, когда я вот только пришел в «Спартак» и на сборах в Сочи, а мы эту игру играли в «Гаграх», мы играли, по-моему, с Днепропетровским Днепром, и получилось так, что кто-то центральные защитники как-то провалились, короче говоря, и центральный нападающий убегал, а у меня скорость все-таки, это мой козырь был. И я слева защитника на перерез бросаюсь и в шпагате, потом уже в штрафной выбиваю этот мяч. И слышу голос Старостина, ну, Скоростина. Знаете, это вот просто фраза, но это Старостин говорил, это все, это похвала уже, это пропуск, большой футбол. Вот, и после чего я вообще один матч только за дубль сыграл, вот то сам попросился. Дорогой Евгений Серафимович. Я недорогой, мы тогда не стоили столько. Дорогой, недорогой Серафимович, чемпионат мира по футболу 2018 года, долгожданнейшее событие, должен пройти вот у нас в России. 11 городов, многие обрели новые потрясающие стадионы, вот я только что был в Ростове, видел, какой красавец там строится. Издалека, правда, видел. Вот, все к нам приедут, там, не знаю, Месси, Роналду, Нейманов. Месси еще может не приехать, они пока на пятом месте находятся. Ага, ну вот, все может измениться вообще в любую минуту и по политическим мотивам. Думаю, что нет уже. Ну, бушующий в стране, так сказать, такой допинговый скандал может помешать, хотя он так немножко сегодня сходит на нет, слава богу. Но уже все-таки такой пристрелочный выстрел прозвучал, так сказать, из уст деятелей футбольных Германии, Нидерландов, Великобритании. Тамошние функционеры футбольные призвали к радикальному, как говорится, офсайду России, ну, как бы, такой новый вид санкций могут изобрести. Ну, опасность есть. Мы ведь живем не в отрыве от политики. Мы же с вами олимпиаду 80 помним. Да, вот мы-то помним, мы-то с вами помним. Вот, ну и сами, так сказать, сам футбольный мир, административный мир, FIFA, тоже в некоторых сотрясениях пребывает. То за блаттер, то платини, понимаете, там тоже свои там счеты, склоки, суды, выяснения, кто больше виноват, кто меньше. Вот, и Россия должна, как говорится, с одной стороны, дистанцироваться от всех этих там безобразий, но тревоги все равно остаются. Ну, вот, сам чемпионат мира попал в Россию, честно, или как-то с какими-то интригами? Нет, я уверен, что работа на это велась, но ведь вот комиссия же была создана, и она не доказала никакого подкупа. А то, что какие-то подарки, это в книге у Рабинера есть, у Игоря, это ездил и Колосков в том числе. Вы знаете, я вам скажу такую вещь. Ну, подарки, это как сказать? Подарки, подарки. Это просто вежливость? У меня нет сомнений, что чемпионат будет у нас. Первое. Во-первых, новый президент FIFA, которого мы поддержали. Инфантино. Да, он очень хорошо относится к нам. О, слава богу. Да, относится хорошо и без вопросов. Более того. Недавняя встреча с Путиным. Не только, он уже сказал, нас пугали, что здесь будет там болельщики вести себя плохо, а Кубок Конфедерации прошел великолепно. Он на самом деле прошел великолепно. Я являюсь послом чемпионата мира от Сочи, но я на Кубке Конфедерации был в Казани. Там просто идеально все прошло. Более того, я вам скажу, вот вы затронули и говорите, я не американцы. Немцы там что-то уже колеблются, не колеблются. Немцы в восторге от того, как они здесь были и как они играли и прочее. Я вам объясню. Я сейчас некое отношение к команде КАМАЗ, набережной Челны, буду, наверное, иметь. И вот руководитель этой команды, он был приставлен, вернее, они сами попросили его к сборной Германии. И они мне даже там подарок какие-то сделали. Когда-то считал, что я первый человек в мире, который желтую карточку получил. Они мне желтую карточку с подписчиками... Ну, вы были третьим, третьим. Это да, да. Два грузинских футболиста. Да, да. Там Нодия и кто-то еще. Ассатиани. Ассатиани, да. Айнур, его зовут, фамилию не очень знаю, вот он с ними работал все время. Они в восторге от России. И когда говорят, они не хотят в Москве базироваться, они в Сочи хотят базироваться. И они просто влюбились в то, как их здесь принимали. Это однозначно. Теперь смотрите. Понятно, что это политика. Понятно, что американцы будут сейчас, там, может, свою команду не пускать и прочее. Но, смотрите. Американцы? А при чем? Да, ну, американцы, что вот так, они ничего не решают в футболе. В этом и дело. Отряд не заметит потери бойца, честно говоря, если они даже не приедут. Во-первых, Южная Америка, никакими санкциями вообще к нам отношения по этому вопросу политическому... Ну, арабские страны там в связи с Катаром... Нет, 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 это тоже там, значит... Ну, Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания... Африка, нет. Однозначно. Эмираты. Все будет великолепно. Не сомневаюсь. Бахрейн. Я не сомневаюсь. Какой Бахрейн? Футбол и Бахрейн. Это же не важно. Мы с вами говорим, какой Бахрейн. А потом вдруг скажут, что вот из-за Бахрейна... Нет, 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 я вам скажу, все приедут, однозначно. Может, кто-то там... Так, слышали на канале совершенно секретно? Да, да. Посол чемпионата мира 2018 года только что сказал мне в личной беседе для вас, что все приедут. А помните песню «По секрету всему свету»? Вот я тоже самое говорю о том, что в футбол чемпионат будет у нас. Ну, вот вы посол чемпионата. Что я делаю? Что я делаю? Я вообще расскажу вам, как я стал этим послом. Меня пригласили в Сочи отметить обратный отчет 500 дней до чемпионата мира. Это было 28-го, по-моему, января. Почему я опять же об этом говорю именно? А потому что у меня 29-го января день рождения. Я прилетел туда, чтобы на следующий день отпраздновать здесь. Значит, где Олимпиада-то у нас была... Ну, в Сочи это место, где Олимпиада, там горький город, еще как называется, да? Поляна. Да-да-да, Красная Поляна. Вот, Красная Поляна. Я приехал, там сцена такая, сейчас подъедет вице-губернатор, мэр города. А я перед этим спрашиваю, а кто у вас посол чемпионата мира? И мне говорят, Плющенко, Веснина, Теннисийская такая. Я себе в голову взял это. Значит, стою на сцене в стороночке, выходит Далуда, это вице-губернатор. Видимо, он из казаков, и он к футболу имеет какое-то отношение. Он сразу увидел меня и с уважением подошел, обнялись. А Пахомов так как бы не особенно знает, видимо. Потом мы нажали вот эту кнопку, 500 дней, там какой-то фильм про меня там показывали, у ратуши как раз там вот. И потом я иду и Далуди говорю, а кто у вас посол чемпионата мира? От футбола. Я спросил просто, кто посол. Значит, он оборачивается к Пахому, у этого мэр города. Говорит, кто у нас? Тот говорит, Плющенко, Веснина. Я ему говорю, ну вот-вот, послы чемпионата мира по футболу, вот вам кто. Он говорит, сделай его послом чемпионата мира. Вот так я стал посол чемпионата мира. Недавно мне звонил Юрий Павлович Сёмин и возмущался именно, потому что у нас есть, в конце концов, Володя Пономарёв, Анзорков Зашвили, Ярцев, Романцев. Они никто не послы чемпионата мира, а там кто не попал. Может, искусственно отрезали? Я не знаю. Чего-то бояться? И вот это меня очень возмущает на самом деле. Понимаете, в чем дело? Теперь, что я? Как посол делаю. Да. Во-первых, я рекламирую тоже Сочи, потому что я там был. Я был на открытии стадиона, когда играли с бельгийцами. 3-3 сыграли вот в апреле месяце. Во-вторых, я там встречался с бельгийскими болельщиками. Ну, как заметная фигура, я в основном рекламирую Сочи для того, чтобы болельщики приезжали. И, кстати, немецкая сборная просто в восхищении. Они даже остались, сделали так, чтобы полуфинал у них там был, Кубка Конфедерации. Если еще забежать вперед чуть-чуть, у меня здесь в телефоне есть фотография. Ведь Кубок Конфедерации на конгрессе FIFA, который проводил впервые Инфантино, я получал из рук Рональдини, Кубок Конфедерации. И многим хочу рассказать следующую вещь. Я был удивлен, когда вот недавно Путина показывали кубок, там, начал путешествовать по стране. Он держал кубок голыми руками. Я понимаю, что он наш президент. Но, когда я был на конгрессе FIFA, мне сказали, и это закон, человек, который не выигрывал Кубок Мира или Кубок Конфедерации, не может оставлять на нем отпечатки пальцев. Но я думаю, что, да, это, но я думаю, что кто же Путин, это запретит брать этот кубок. Спасибо за это. Я его привез сюда. Спасибо, спасибо. Спасибо, Евгений Серафимович. Я хочу напомнить нашим зрителям, нашим слушателям, чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в России на 12 стадионах в 11 городах. Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Екатеринбурге. Вот этот чемпионат, конечно, обойдется в копеечку всем нам. Сейчас увеличиваются расходы еще на 4,7 миллиарда рублей. Но будем надеяться, что деньги не разворуют, а они пойдут на дело, на хорошее дело, на мощное дело, всемирное дело. И наш футбол от этого выиграет. Но не знаю, какие у нас шансы чисто футбольные. Все-таки мы на этот чемпионат, как хозяева, прорвались, значит, без всякого конкурса. Хорошее слово, прорвались. Да, без всякого конкурса. Но, тем не менее, будем надеяться, что удастся создать сборную молодую, задиристую, техничную. Знаете, чтобы не стыдно было за нее. Вот, хотя бы это, чтобы было не стыдно. Вообще, футбол, хотя мы провозглашаем, что он не зависит от политики, но довольно часто политика влияет на спорт вообще. Вот когда-то Австрия до военного периода прекратила свое существование после присоединения этой страны Гитлером к Третьему Рейху. Мы не будем забывать об этом. Когда-то за проигрыш Югославом Сталин, так сказать, команду лейтенантов разогнал ЦДК. Замечательная была команда во главе с Бобровым. Вот, и, значит, все это обернулось расформированием клуба ЦДСА. Ну вот, как будут... А когда-то Гватемала и Сальвадор войну объявили из-за футбола вообще? Совершенно верно. Называлась это футбольная война. Ну, это болельщики, да? Было вооруженное противостояние. Мы прилетели в Сальвадор, а там сел самолет, а там кругом все отцеплено, все. Что такое, у них война началась? Ну, тоже в 1973 году сборная СССР осталась без путевки на чемпионат мира по футболу, отказавшись играть отборочную встречу в Чили, где произошел в то время фашистский путь. Ну вот, в наше время тоже политические страсти раздирают весь мир. И войны идут, и кровопролитие в разных углах, как говорится, нашего родного земного шарика происходит. А футбол должен сплачивать, а футбол должен роднить людей планеты. Это всегда праздник, это всегда изумительное переживание, коллективное переживание всего мира. Не надо этого бояться, надо действительно ждать этого момента, счастливого момента в жизни нашей страны и в жизни всего человечества. Хочу пожелать своему собеседнику здоровья, уверенности в себе, ну и нашему Спартаку. Давай вместе так пожелаем все-таки долгожданных побед. 15 лет я ходил, и со мной здоровались. Спартак чемпион, я говорю, какой чемпион, уже столько лет не чемпион. Можно я в концовке одну вещь скажу? Можно. Я, это моя жизнь в футболе, я люблю это, я больной этим на самом деле. И всех приглашаю и на чемпионат мира, и вообще просто ходить на футбол, потому что чем больше болельщиков, вот на том же Спартаке, да, и они играют лучше, вы это видите сами. Я вспоминаю, я, может быть, неправильно назову фильм один, по-моему, он, прошу слова, назывался. Там играла Чурикова и Парфенов, и Парфенов мэр города какого-то, и он передает документы, теперь будет мэром, значит, Чурикова. И он ей все высказывает там, и потом говорит, и вот футбольная команда, надо ее держать там туда-сюда. А Чурикова говорит, какая футбольная команда, говорит, нам мост надо построить, чтобы соединить два берега, там, город на два куска рыно. И Парфенов значительно так говорит, мэры приходят и уходят, а футбол вечен. Я запомнил на всю жизнь, честно говоря. Вот на это мы будем заканчивать. В гостях передачи «Совершенно секретно близкие люди» был заслуженный мастер спорта Евгений Серафимович Ловчев. Спасибо, Женя. Субтитры подогнал «Симон»